Моя задача показать людям, что готовить индийские блюда просто. В прошлые пять программ я показывала, как готовить индийские блюда и раскрывала секреты здоровой домашней кухни. Очень вкусно. Какое твое самое простое блюдо из капусты? Я учила подругу, которая совершенно не умеет готовить. Боже, масло стреляет во все стороны. Я убедила старого друга, что индийские блюда могут быть легкими и полезными. Неужели я сама приготовила? Главное захотеть. Чтобы поблагодарить всех, я пригласила их к себе на званный обед. Хочу приготовить свои любимые блюда. Их рецепты очень просты и идеально подходят для особых случаев. Индийская кухня. Готовим просто. В Индии настолько много оригинальных рецептов, что вам трудно остановить свой выбор на чем-то одном. Но прежде чем начать готовить, я хочу, чтобы мои ученики добавили новые рецепты в свою копилку. Мой старый друг Алекс был поражен тому, что можно сделать индийский сыр панир из ничего. Сливаем воду, ставим под пресс и все. Панир готов. Все просто. Я хочу, чтобы Алекс продвинулся дальше и научился готовить еще одно классическое северо-индийское блюдо – палак панир. Хотя Пол пожарный, он сразу сжег тост, когда мы начали готовить. Извините, я немного отвлекся. Пол готовил лепешки на ан, и сегодня он приготовит лепешки с начинкой. Но у меня нет весов. Элайша Картер, шеф-повар в ресторане при отеле Чарлтон Хаус. Он был уверен, что индийская пища слишком тяжела для его посетителей. Нет, мне кажется, нет. Я надеюсь, что блюдом из грибов он снова с удовольствием пополнит меню. Очень хорошо. А вот блюда, которые я приготовлю для званого обеда. Основное блюдо из северо-индийской кухни – пряная баранья ножка. Она идеально подойдет к гарниру из грибов. Шпинат с сыром – вегетарианское блюдо вместе с великолепными лепешками на ан, обильно сдобренными соусом. И в заключении – освежающий десерт из сочной дыни и граната. Для того, чтобы вкусно приготовить столько разных блюд, необходимо заранее все подготовить. Я только надеюсь, что английское лето не превратится в индийский сезон дождей. Прежде всего, мне предстоит купить баранину. Следует выбрать средний сустав, чтобы приготовить на 10 персон. Мы исповедуем индуизм, но моя мама всегда покупала мясо халяль у мясника-мусульманина. Халяль – животные кладут головой по направлению к мекке и режут его в соответствии с правилами шариата. Кровь стекает, и многие считают, что такое мясо становится наиболее мягким. Моё мнение, что мясо халяль наилучшим образом подходит к индийской кухне. Например, бараний-окорок. В лавке мясника-мусульманина вы найдёте только мясо халяль. Видите, мясо имеет глубокий красный цвет. По сравнению с бараниной, мясо ягнёнка более розовая. Да, молочное. Из-за того, что мясо молочное, оно очень нежное. Нежное, мягкое. Его не нужно долго готовить. Да, готовится быстро. Мясо молодого ягнёнка очень нежное, и его легко готовить. По сравнению с бараниной, конечно, мясо нежнее. Но если баранину хорошо приготовить, она тоже будет вкусной, не так ли? Козлятина требует много времени на приготовление и имеет специфический запах, поэтому я выбрала баранину. Задняя часть бедра – отличный кусок. Видите, у неё совсем тонкий слой жира. И именно из этой части традиционно в Индии и Пакистане готовят разные блюда. Взгляните ещё раз. Вам нравится? Многие национальности предпочитают готовить из мясного филе. Мы же любим готовить мясо с костями. Все просят по-разному. Кто-то не любит готовить мясо халяль, кто-то предпочитает брать нежирное мясо, кто-то, наоборот, жирное. Но лучше с костями. Я знаю, многие люди специально срезают мясо с костей, а кости выбрасывают. Но если готовить такое мясо, теряется его особый вкус. По-моему, это так естественно, когда мясо готовится с костями. Именно кость передаёт блюду особый вкус. Именно. Пожалуйста. Замечательно, спасибо. Спасибо за покупку. Спасибо. Приходите ещё. До свидания. В Индии пряная баранья ножка называется «Раан». Рецепт из североиндийской кухни. Я научилась ему у кошмерцев, которые в своей кулинаре используют много орехов и изюма. Маринад для жареной пряной бараньей ножки. Для меня маринад – самая важная часть в этом рецепте. Итак, приступим к приготовлению. Основа маринада – масло. Оно сохраняет мясо сочным. Немного лимонного сока, чтобы придать кислоты. Косточки достаем. Лимонная кислота смягчает мясо. Затем кладём специи, чтобы маринад стал ароматным. Гарам масала – целую ложку. Немного красного перца – на кончике ложки. Кориандра можно добавить побольше. Соль. Имбирь. Шесть зубчиков чеснока. Баранина – достаточно специфическое мясо, поэтому его лучше хорошо сдобрить чесноком и имбирем. И ещё немного воды. И сейчас у нас получился роскошный маринад. В блюдах карри основным является соус, а в жареной бараньей ножке – мясо. Поэтому я хочу его как следует замариновать и пропитать изнутри. Я делаю глубокие надрезы, чтобы маринад проник глубоко внутрь. Тонкий слой жира на окороке сделает мясо более нежным и не позволит ему гореть в духовке. Стараемся, чтобы маринад проник внутрь. Я помещаю окорок в полиэтиленовый пакет – наиболее подходящий способ для маринования, так как кислоты в маринаде могут реагировать с металлической и керамической поверхностью и изменить вкус мяса. В таком виде мясо будет мариноваться 24 часа. Маринад хорошо пропитает весь окорок целиком. Полиэтиленовый пакет не позволит проникнуть посторонним запахом. В Индии баранину традиционно маринуют в йогурте и специях в течение двух суток. Но лимонный сок и кислота в маринаде позволяют сократить срок маринования до суток. Теперь можно заняться лепешками пешвари наан. Они готовятся так же, как наан, но с добавлением миндаля, изюма и фисташек. Настоящее североиндийское удовольствие и прекрасное сопровождение к баранине. Пешвари наан. В пожарной части Эссекс пожарник Пол обычно угощал друзей испеченными бобами или заказывал обед. Обычно пожарные едят что-то быстрое в приготовлении. Но теперь он очень быстро может приготовить лепешки наан. Как пицца. Как бы опять не приготовить лепешку огромного размера. Я хочу проверить, сможет ли он продвинуться вперед и самостоятельно приготовить лепешки пешвари наан. Но у меня нет весов. Да уж. Изюм, миндаль, фисташки настолько вкусны, что их количество блюдо не испортишь. Итак, придется брать на глаз. Думаю, изюма должно быть столько же, сколько орехов. Кажется, нормально. Или можно добавить еще? Смотрим, что потом. Полторы чайной ложки. Что ж ты не закрываешься? Соединяем вместе. Что мы делаем дальше? Берем тесто. У Пола на подготовительный этап ушел один час. Готовить самостоятельно не так уж и сложно. Раскатываем тесто с обеих сторон. Если тесто будет неравномерно раскатано, лепешка получится перекошенной. Смотрите внимательно. Размолотые орехи, изюм и сахар посыпаются сверху. Соединяем края лепешки вместе. Получается небольшой мешочек для хранения денег. Затем раскатываем тесто опять, чтобы снова получилась лепешка. Великолепно. Мне нравится наблюдать, как происходит превращение. Настоящее волшебство. Пешуари наан. Итак, одна лепешка готова. Пешуари наан. Забавно. Я хочу максимально подготовиться к обеду заранее, поэтому я решила приготовить восхитительный десерт, который простоит в холодильнике до завтра. Готовится элементарно. Взбивается сочная дыня с кокосовым молочком и сервируется в бокале с замороженным гранатовым соком. Это мой рецепт под названием дыня Рассаяна. Дыня Рассаяна. Это замечательный охлаждающий десерт. Он очень популярен в Южной Индии. Обычно его готовят из манго и бананов, но я использую дыню, потому что сейчас как раз сезон дынь. Я взяла дыню канталуп, но сюда отлично подойдут и мускатная, и медовые дыни. Удаляем семена и режем дыню на маленькие кусочки. Десерт просто замечательный и вкусный. Он очень легкий, готовится из сезонных фруктов и бодрящий. Сейчас добавляем кокосовое молочко. Немного сахара. Количество сахара зависит от того, насколько сладкая ваша дыня. Дальше мы давим кусочки дыни, чтобы они растворились в кокосовом молочке, а кокосовое молочко пропиталось ароматом дыни. Пробуем на вкус. Отлично. Замороженный гранатовый сок – в нем вся уловка десерта. Берем замечательного цвета гранатовый сок, сок я купила в магазине. Добавляю сок лимона и сахар по вкусу. Лучше подсластить побольше, потому что в замороженном виде сахар не так ощущается. Полученную массу помещаем в контейнер и замораживаем. Спустя несколько часов я с помощью вилки из ледяного сока делаю кристаллы, которые напоминают зерна граната. Теперь смесь из дыни и гранатовые кристаллы пролежат в холодильнике всю ночь. Десерт по бокалам я разложу завтра. В пожарной части Пол приступил к последнему этапу приготовления. Лепешка наан готовится всего одну минуту, и на вкусный запах пришли коллеги-пожарники. Что так пахнет? Выглядит неплохо. Думаю, он уже приобрел навык. Пол, ты настоящий мастер. Перед едой следует смазать растопленным маслом. Теперь можно пробовать. Давайте попробуем, что приготовил Пол. Ну как? Совсем неплохо, вкусно. Да, очень вкусно. Лепешка сладковатая на вкус. Да. Очень вкусно. Молодец. Надеюсь, что мои лепешки на званом обеде получат такой же отзыв. Только наан, больше ничего нет. Я просто хотел вытереть руки. Прости, я не понял. Боже. Сначала попьем чаю. Моя подруга Пантия ничего не оставляет без внимания. Как вкусно пахнет. Как всегда, чай со специями, кардамон, имбирь. Совершенно верно. Месяц назад Пантия любила есть и ненавидела готовить. Зачем тебе все это? Я обожаю полуфабрикаты, Анджум, потому что их легко готовить. Но сейчас она готова учиться дальше. Ты научила меня готовить полезную вкусную пищу из свежих ингредиентов без усилий. Приступим к делу. Огурец. Хорошо. Лук, помидор. Я хочу, чтобы Пантия помогла мне приготовить очень простое блюдо для обеда. Ты доказала, что можешь сама готовить. Да? Хорошо. Тебе предстоит готовить райту. Райта – традиционный гарнир из йогурта. В него вы можете добавлять как овощи, так и фрукты в любом количестве. Но классическую райту готовят из загорцов, помидоров и кориандра. Райта. В Северной Индии йогурт употребляют в большом количестве. Он не только полезен для организма, но и отлично сглаживает остроту. В райту многие еще добавляют кориандр, отварные кабачки и даже фрукты. У тебя получается? Да. Что ты делаешь? Обычно я покупаю маленькие огурцы, а этот огурец я пытаюсь мелко порезать, чтобы измельчить его крупные семена. Йогурт идеально смягчает остроту пряных блюд. Поскольку он обладает охлаждающими свойствами, то отлично тушит пожар во рту. Вода, наоборот, раскрывает поры на языке и усиливает эффект специй. Надо обжарить тмин. Столько достаточно? Да. Тмин обжаривается без масла для того, чтобы получить вкус ореха. Аромат потрясающий. Если семена подгорят, они будут горчить, поэтому необходимо следить за изменением цвета. Райта прекрасно подойдет к баранине, потому что мясо будет достаточно острым, а йогурт с огурцами, помидорами и кориандром будет идеально смягчать остроту. Итак, огурцы, помидоры. Я не буду класть весь лук, потому что он очень острый. И, конечно, листья кориандра. Перец. Молотый черный перец и соль. Немного мяты. Понюхай. Такая свежесть. Прекрасным дополнением к кориандру будут листья свежей мяты. Я перемешаю. Бросай обжаренный и размолотый тмин. Бросаю. Последние штрихи. Готово. Выглядит потрясающе. Ммм. Лучше не придумаешь. На ночь я уберу Райту в холодильник, а завтра только добавлю свежий кориандр. Он придаст свежести. Несколько недель назад я была в гостях у Элайши Картера, шеф-повара в ресторане при отеле Чарльтон Хаус. Он гордился, что готовит из-за экологически чистых продуктов. Поставьте вариться рис, пожалуйста. Скажите, когда он будет готов. Заказ два салата и два супа. Поскольку сейчас сезон грибов, я бы хотела посмотреть, как Элайша приготовит блюдо из грибов. Привет, Элайша, говорит Анджун. Это блюдо идеально дополнит его легкое и здоровое меню. Оно готовится в сочетании с рисом. Для сбора грибов вам придется отправиться в лес. Если покупать, они обойдутся дороже обычных грибов, но результат стоит того. Дикие грибы пилав. Секрет хорошо приготовленного риса лежит в пропорциях. На один стакан риса полтора стакана воды. Тщательно промойте рис, чтобы вымыть лишний крахмал, а остатки крахмала придадут вашему рису легкую текстуру. В мире существует больше сотни разновидностей риса. В этом рецепте я использую рис басмати. Главным образом он выращивается в предгорьях Гималаев. Зерна басмати в три раза длиннее обычного риса. После приготовления зерно станет еще длиннее, при этом форма сохранится. Его тонкий изящный аромат – отличное дополнение к диким грибам. Ты только взгляни на эти грибы, они просто потрясающие. Грибы не являются традиционными для индийской кухни. Их готовят в некоторых регионах, где они произрастают. Замечательные белые грибы – это сморчки, английские сморчки. Кошмирцы безумно любят сморчки. Но поскольку грибы очень дорогие, их готовят только по особым случаям. Мелко шинкуем лук, а теперь займемся специями. Сначала я выкладываю все специи на край. Итак, я взял семена тмина, черный перец горошком, и пару кусочков пряной коры. Замечательно! Благодарю. Вместе эти специи дадут невероятный аромат. Это черный кардамон. Он обладает особым ароматом и намного крупнее, чем зеленый. Понюхай. Необычный запах. Это черный кардамон. Да, запах, как у копченого бекона. Да, что-то такое есть. Запах копчения присутствует, точно как у бекона. Продолжим. Наливаем немного масла и кладем специи. Можно все сразу. Несколько лавровых листов усилит аромат. Характер блюда зарождается здесь, поскольку специи обжариваются и уже через секунду наполняют масло ароматом. Изюминка блюда – орехи кешью. Следует немного помешать, а затем я добавлю наши фантастические грибы. Обжариваем их в течение 4-5 минут. Кладем еще пол чайной ложки чеснока. Прекрасное сочетание чеснок и грибы, подобно как клубника и сливки, хлеб и масло. Потрясающе. Затем кладем промытый рис. Наливаем воду и перемешиваем. Доводим до кипения, после чего накрываем фольгой и варим на медленном огне 10 минут. Отлично! Просто замечательно! Сбрызнем немного лимонным соком. Очень вкусно! Да, действительно вкусно! Получилось великолепно! На каждом столе, кроме риса, должно присутствовать вегетарианское блюдо – шпинат и панир. Классический вариант. Когда мы с Алексом готовили панир, мы делали из него шашлык. У него итальянские корни, поэтому комбинация шпината с сыром вполне приемлема для него. Слушаю. Я надеюсь, что его знания помогут приготовить новые блюда, причем рецепт действительно очень прост. Ты можешь приехать ко мне, потому что мне наверняка потребуется твоя помощь. Кажется, он нуждается в моральной поддержке. Пять недель назад я показывала Алексу, как делается панир. Необходимо нагреть молоко, затем добавить кислый йогурт, молоко свернется, выкладываем творог на марлю и промываем. В конце получается мягкий рассыпчатый сыр. Смотри, какой сыр. Запах свежего сыра. Мы соединим сыр и шпинат, чтобы приготовить классическое блюдо, которое вы найдете в любом индийском ресторане. Сыр со шпинатом. Итак, продолжим. Бросаем шпинат в кипящую воду. Палок означает шпинат. Конечно, после того, как шпинат отварит, он значительно уменьшится в размере. Семена тмина бросают в горячее масло, чтобы придать блюду неповторимый аромат. Затем лук. Обжариваем лук до золотисто-коричневого цвета. Затем добавляем чеснок и имбирь. Перец чили бросаем целиком, чтобы блюдо не стало острым от семян. Похоже, мы готовим соус карри. Бросаем чайную ложку. Кориандра. Кориандра. Достаточно. Немного соли. Вкус и аромат блюда находятся здесь. Отваренный шпинат промываем холодной водой. Его листья сохранили красивый зеленый цвет. Размалываем. Думаю, достаточно. Теперь можешь промыть водой. Точно. Так удобнее. На этом этапе получается соус карри с очень тонким ароматом. Вода необходима, чтобы наш шпинат не подгорел на сковороде. Многие обжаривают панир, но я стараюсь по возможности ограничить использование масла. К тому же сыр и так вкусен сам по себе. Можно попробовать. Вкусный? Да. Теперь бросай его в сковороду. Бросать весь сыр? Да. Оставляем готовиться 5-6 минут, чтобы сыр напитался соком шпината. Затем выдавливаем немного сока лимона. Добавляем гарам масала. Для пикантности блюда я добавляю немного сливок. Сливки прекрасно дополняют и панир, и шпинат. Дома я использую молоко. Замечательный цвет. Очень вкусно. Сегодня весь день льет дождь, как в сезон дождей. Неподходящая погода для вечеринки. Буду держать пальцы, чтобы завтра вышло солнце. Через сутки я достаю баранину из холодильника. Перед приготовлением она должна нагреться до комнатной температуры. Сейчас я собираюсь приготовить еще один маринад из йогурта и миндаля, что создат замечательную корочку во время обжарки. Йогурт и миндальная корочка. Выкладываю в комбайн немного йогурта. Затем кладу арахис. Мед. Совсем чуть-чуть, потому что мед нам еще понадобится. Перемешиваем. Теперь обмазываем им мясо в замечательную баранью ножку. Маринад получился сливочным и ароматным. Намазываем по всей поверхности. Ставим мясо в нагретую духовку на 20 минут до образования коричневой корочки. Затем температуру убавляем, чтобы мясо полностью пропеклось. На это уйдет примерно 2 часа. Достаю наполовину готовую баранину и выливаю на нее остатки меда для придания насыщенного вкуса. Если мясо начинает пригорать, обверните его фольгой и продолжайте запекать. С основным блюдом разобрались, но у меня для вас приятный сюрприз. В мире коктейлей Бен Рида называют настоящим волшебником. На самом деле он готовит потрясающие коктейли, поэтому я попросила его взболтать нечто особенное для нас с добавлением индийских специй. Привет. Привет, Анджум. Как поживаешь? Замечательно. Анджум, я готовлю коктейль с использованием различных специй. Зеленый кардамон со вскрытой коробочкой, чтобы выпали семена. В коктейли, по возможности, добавляется только свежий ингредиент. И затем раздавливаем семена, чтобы ощущался их пряный аромат. Вы пьете, Джин? Да. Наливаем маленькую рюмку джина для того, чтобы усилить аромат наших специй. Затем наливаем свежевыжатый сок лимона. И затем немного сиропа. Для придания коктейлю изысканного аромата наливаем пряный ликер. Обожаю пряный ликер. Он имеет достаточно острый и дерзкий аромат. Это он? Да. Действительно дерзкий. Совершенно верно. Благодаря дерзкому дикому аромату он обогащает вкусовое содержание коктейля. Красный чили. Мы ведь не хотим получить пресный коктейль. Нам нужен будоражащий напиток. Пряные коктейли возбуждают аппетит? Именно. Кладем лед. Льда кладем как можно больше. В зависимости от рецептуры льдом можно занимать до половины стакана. Затем стакан накрываем металлическим стаканом, шекером и энергично встряхиваем несколько раз. Достаточно. Получился прохладный освежающий напиток. Прохладный освежающий напиток. Абсолютно верно. Затем берем бокал. Через ложку ситечка процеживаем наш напиток. Какой красивый цвет. Украшаем наш коктейль. Кладем в напиток небольшой зеленый перец чили, как элемент украшения. И так у нас получился дерзкий коктейль. К тому же крепкий. Советую пить маленькими глотками. Напиток достаточно крепкий. И еще, чтобы через час не свалиться. Невероятно вкусно. Прохладный напиток заглушает остроту перца и дает великолепный вкус. Благодаря разным специям, которые я соединил в напитке вместе, в итоге дали изумительный коктейль. Открываю. Время обеда. И 20 голодных гостей спешат на угощение. У тебя получилось? Конечно. Оказалось, намного проще, чем я думал. Привет, детвора. Скорее проходите. Младшая, кажется, папина дочка. Еще немножко смажу. Пешваре наан уже можно подавать к столу. Пол готовит лепешки, как настоящий профессионал. Теперь мы лучшие друзья. Коктейли – идеальное начало вечеринки. Попробуем. Бодрящий. Как вам коктейль? Несмотря на специи, пьется легко. Очень легко. Точно. Я даже не думал, что можно сделать коктейль со специями. Признаюсь, я тоже, хотя я иногда пью спиртные напитки. Как насчет скотча? О, я обожаю скотч. Правда? Конечно. Уверена, что сейчас зайдет шеф-повар Элайша. Замечательно. Привет. Вообще-то моя подруга Пантия должна помогать готовить. Пантия, ты постоянно ешь. Когда ты начнешь помогать мне? Пусть ест. Ешь, Пантия. Среди специй был черный кардамон. Я был поражен его необыкновенному аромату. Пахнет хорошо? Конечно. Дорогие гости, еда на столе. Пока дождь не начался снова, нужно успеть отведать все блюда. Мне потребовалось почти два дня, чтобы приготовить эти вкусные блюда, но это стоило того. Пляная баранья ножка невероятно сочная, и ее пора нарезать. Блюдо из грибов стало фантастическим украшением стола, а нежные лепешки пешфари наан – идеальным дополнением к шпинату с сыром. Кажется, не все удовлетворены. Тебе понравился рис? Хорошо. А тебе не понравился рис? Да. Положить баранину? Можно пару кусочков. Надо попробовать абсолютно все. Я на кухне, чтобы закончить заранее приготовленный десерт из сочной дыни и граната. Для завершения композиции я посыпаю десерт жареным кокосом, миндалем и свежими зернами граната. Ну, как вам? Очень вкусно. Приятный вкус. Как поживает знаменитый пожарник? Ты потрясающе выглядишь. Спасибо за комплимент. Не ожидал. Как тебе ее десерт? Очень вкусный. Фантастический вкус. Точно. Благодаря ему я не чувствую никакой тяжести. Ты мне нужен. Я тебе нужен? Да, потому что она сказала, ты потрясающе готовишь. Би-Би-Си берет.